Здарова, пупсики! Сегодня мы вместе с вами посмотрим от Неркина ролик про обновление Майнкрафт Лайв 20-20 Что показали? Мы, к сожалению... Какой 20-20? 20-22? Обновление и Майнкрафт Лайв 20-22 Сказал Майнкрафт 20-20 Ну ладно Ну я тебя правила просто Ну короче, мы, к сожалению, не могли вчера поприсутствовать, у нас были свои дела Вот, но сегодня мы посмотрим... Краткую выжимку, я так понимаю Краткую выжимку, что там было? Поехали Вот и прошел Майнкрафт Лайв 20-22 Он был совсем необычным, нетипичным и, я бы даже сказал, экстраординарным Как всегда, шоу длилось 90 минут и еще дополнительно Слушай, знаешь, что похоже? Вот они сейчас едут на таком поезде, там куча мобов, они проезжают через лазные локации Локации мне напоминают часть, когда был Зверопой мультик Помнишь, когда кролика на поезде ехала, как раз через разные такие биомы и проезжала ...30 минут при шоу Грубо говоря, это просто разогрев перед главным событием Мне понравилось, что оно не затянуло главные 90 минут основного шоу Но что же там показали? Каким будет новое обновление 1.20? Давайте обо всем и по порядку Смотрит В этом году на пике у нас было 40 тысяч 63 человека 40 тысяч онлайн Но мы все равно сделали круто Тем более впервые... Нормально, средняя 10 минут, 10 минут, 13 секунд, между прочим Нормально, хорошее удержание, смотри Я стал официальным рестримером Спасибо всем огромное 420 тысяч Мы собрали 19 тысяч рублей, я закинул от себя еще 6 В итоге 25 тысяч было отправлено в фонд Comeback Live Спасибо всем, кто помогал Теперь давайте поговорим про новое, безымянное обновление 1.20 Я сейчас не шучу Это действительно так Почему оно безымянное, скоро узнаете Придумали Подожди А как предыдущая называлась? Там была какая-то пещера и скалы А после пещеры и скалы что-то было? Нет, что-то было, да Имена были постоянно Ну да, а тут просто Безымянное Безымянное Не, ну сейчас подожди Новые скины для стандартных персонажей То есть да Теперь вместо главных протагонистов в виде Алекса и Стива У нас появится целых 7 новых Думаю, вы уже не раз замечали Что в трейлерах игры появляются новые персонажи Которых, по сути, в игре нет Впервые так начали делать с Лего-наборами Там вместо привычных нам Алекса и Стива Начали появляться разные скины Ах, вот чувак, костюмилицы Со стороны потребителям Мне такой шаг понравился Посудите сами Вы любите покупать наборы Лего И в каждом наборе у вас Алекса и Стив Которые никак визуально не отличаются А с другой стороны Покупаешь набор первый свой И ты хочешь классный набор, чтобы у тебя был Алекса и Стив А там у тебя какой-то ноунейм-чувак Это такой В смысле? А где у Алекса и Стив? Я не понял А вообще, а вот эти персонажи Это же получается просто скины Другие, да? Да, ну как, они постоянно в трейлерах участвуют Да, наверное Друг от друга А так, у тебя разные персонажи Но тогда и этому не придал значения Позже разработчики начали использовать новых персонажей в трейлерах игры И различных концепт-артах и дилси для Бедрука Теперь они будут официально добавлены в игру То есть, пока у вас есть скина Или вы в процессе его создания То можете выбрать один из семи Вот, слева направо Вот, вот, вот какие бывают Нам Джун А, значит, это сразу пошло Я поняла, это же просто прикол Вся команда BTS Шучу, их зовут по-другому Сани, Каи, Макена, Стив, Алекс, Зури, Эфе, Ари и Нун Сколько девочек? Макена, Алекс, девочка по хвостикам Не видно между ног ничего, Алина По хвостикам По хвостикам? Вот эта девочка Раз В смысле по хвостикам? Что, мужика типа не может быть хвостика? Ну, тут, скорее всего, сделали хвостик, чтобы отличать А как тебе? Тут будут квадратные сиськи, что ли? Понятно, что их никто не делал Значит, скорее всего, по хвостикам Как ты определишь? Ну, я думаю, что Алекс, Ари и Макена Это девочки, я так понимаю Точно Остальные под вопросом Ой, смотри А у Сани ещё какая-то странная рука Как будто у него протез какой-то Или какая-то металлическая специальная накладка Смотри Ну, может быть, комбинезон Видишь, вон там Я каменщик работаю три дня Я каменщик Не знаю А вот Нур Ой-ой-ой, я дико извиняюсь А Нур похож на такой пиджак У него почему-то похож на Майкла Джексона Значит, такой, типа, сейчас будет в этом Тур-ту-ту-ту-ту-ту Тур-ту-ту-ту-ту-ту-ту Как худощавостью рук Как это было со Стивом и Алекс Все они станут доступны с 29 ноября 2022 года Следующее, что показали Подвесные таблички Это новый тип табличек, которые можно будет прикрепить к чему угодно Классно выглядит Мне нравится Нормально В крафте будет использоваться обтёсанная древес Классно смотрится, смотри Классно Как вывески, получается, ты делаешь И написано, что продаются Прям какие-то свисающие А у нас палочка идёт сразу Вот не знаю Или это может изгорать нужно А как ты изгорать по таким углам поставишь? И, естественно, цепи Выглядят они очень красиво Мне нравится За исключением только когда их подвешивают к заборам Или друг на друга Тогда они выглядят очень странно как-то Крафтить их можно будет из любого типа Обтёсанной древесины Будто бельё повесили сушиться И даже нового типа К слову, о новом типе дерева Если так можно выразиться О, бамбук Но не знаю, можно ли их к ним относить Потому что бамбук это растение, а не дерево Но всё же да Нам, наконец-то, спустя столько лет Хорошо смотрится Мне нравится Можно взять красивую стену из бамбука Она будет красиво в интерьере смотреться Бука До этого бамбук служил только для создания палок Еды для панд Красивого растения в горшке И строительных лесов Теперь из бамбука можно будет построить Все виды древесных блоков Люки, двери, плиты, ступенки, кнопки, таблицки и так далее Хорошо, двери красивые такие в азиатском стиле Смотри, будут такие И люки тоже хорошие Но помимо типичных блоков Нам также добавят новый и уникальный блок Бамбуковая мозаика Выглядеть она будет вот так Классно паркерт выкладывать Паркерт, да Паркет Паркерт Паркерт Сами же блоки очень светлые И должны подходить под большинство цветовых гамм Только вот неясно Как мы будем крафтить бамбуковые блоки Из четырёх штук обычного бамбука Или всё же из девяти Как думаете? Напишите в комментариях Следом за бамбуковыми блоками Идёт плод Всегда больше, чтобы ресурсов было Всё верно Из бамбука Грубо говоря Плод Тоже клёво, реально А чего? Это же как лодка, только плод секует Тоже прикольно Можно животных перевозить Разнообразие Обычного в них нет За исключением, естественно, ободков Но на то это и плод, а не лодка На него также можно будет поставить сундук Второго игрока или моба А теперь Присядьте, если вы стояли Или встаньте, если вы сидели И опять присядьте Ведь нам добавили новые книжные полки А я думала, это мод сначала Слушай, красиво смотрится Нормально смотрится Красиво Отличается, хорошо Прям классно Барабанная дробь Хранить книги Вот это да Наконец-то книжные полки будут Вау Так классно же Наконец-то реально у тебя книжные полки Не просто интерьер Реально можно достать Положить туда книгу Да, и достать И крафтить может по-другому можно Да, наверное Просто сразу составляешь книги Туда и всё Нормально Их тоже можно будет скрафтить Из бамбука И они смогут хранить в себе По шесть книг одновременно Это могут быть как обычные книги Зачарованные книги И даже написанные книги своим игроком Слушай, так классно Тоже, когда на сервере играешь Это становится такая полка И там знаешь всякие правила Инструкции Не знаю, там книги И там кто кому-то может Что-то написать На книжку поставить Поставить табличку Что вот здесь вот у меня Продавать книги тоже классно Ну да, тоже очень удобно То есть всё написано Слушай, сейчас мне пока Обновление нравится Это прикольно Я надеюсь, они всё это добавят Они как в прошлый раз было А то они пообещали Помните, потом ни хрена Половину не добавили Подождите, а это что-то добавят Это что-то добавят Это прям мамой клянусь Смотрите, чем могу подразднить тебя Смотрите, что существует вообще Мы буквально недавно Смотрели нарезку Помнишь, там где светлячки Показали светлячков И там где пятёрка такой Вау, светлячки Да, я ты сейчас их добавил А он показывает, светлячков не будет Так, та-ла-ла Чтоб тут такого не было У меня прикольная вещь Теперь можно наконец-то Сделать настоящую библиотеку Где хранить настоящие книги Правда не ясно Можно ли их будет использовать В качестве книжных полок Для стола зачарования На это ответа не было А, да Но рассказать, что книжные полки Могут генерировать редстоун сигнал Если использовать компаратор По книжной полке То он сможет выдать Определённого рода сигнал Чем больше книг Тем сильнее сигнал То есть можно будет создавать Какие-то потайные двери При помощи книг Как в каких-то приключенческих фильмах Чуть не забыл Верхние и боковые цифры книжных полок Будут резными То есть у него будет Дополнительный функционал Для строительного блока После них идёт новый моб Верблюд Очень необычный моб Которого можно встретить в пустыне По функционалу Тоже будут плеваться Но есть различия Лошади, как вы знаете Очень прыткие И легкоуправляемые мобы Но на них можно ездить Только в одиночку О, усокий Хорошо Он симпатичный Смотри, какой он улыбается Он такой милашка Посмотри на него Вдвоём Главная их фишка Вдвоём можно кататься Вообще клёво И будут передвигаться Намного медленнее, чем лошади Но у них есть особая способность Под названием Прыгать Зато двоём О! Что это? А в жизни он так может? Никто этой информацией не поделился Но мы узнаем Подожди, а если у него На лошади же можно делать ускорение? Правильно? Какие-то использовать А лоб типа земли но как по мне это слишком читер на и хотелось бы чтобы в районе начинали очень классно скелета очень легко достанет вас даже на верблюде уверен есть спринт или заряд не упал прыгать использовать раз в определенное время после спорта нитро нитро горохом накормили или сзади который шула то есть своеобразный таран помимо верблюда можно будет заполучить детеныши на котором естественно ездить нельзя будет а раз нажать их можно будет при помощи кактусов единственное что мне не ясно нужно ли будет на верблюда одевать одно седло или два чтобы можно было кататься вдвоем это не единственный пока известный который попадет в 1.20 ведь по итогам голосования в котором принял участие три с половиной миллиона игроков выиграл нюхля моб динозавра ну понятно это было это было очевидно было понятно а кто-то интересно как мы стали распределились а ты смотрел да и уже понятно полетел кто выиграет 77 процент а мы когда смотрели ролики эти три я уже поняла что был последним а я бы голосовал кстати за духого голема то что уже есть подставка алина из кого не согласовала я забыла вообще про то что забыла я тебе говорил да я не включала компьютер даже там что-то сбегалась я понимал что проиграет но я бы хотел просто выбрать кстати нам сказали объяснили между прочим что сверху это не панцирь это трава трава да которая скрывает видимо яйца видишь вон оно яйца а чё яйца сверху яйца внизу а что это разве не яйцо видишь вот трава немножечко оголилась и вот да и вот видишь колпачок это же видимо кусок яйца торчит у него пятнистая такое господи цензура цензура срочно закройте ха 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 да не то яйцо вынюхать древние семена из земли а их яйца можно будет найти в подводных руинах я никогда не агитировал голосовать за какого-то моба и всегда говорил только в самом конце за кого же я голосовал и в этом году я голосовал да да только когда про всех рассказывал про всех есть минусы у него клей минусов не было но он сказал чисто нету бизнесов но так получилось то так получилось что не было минуса нативный намек очень рад предыдущее его голосование я проигрывал ведь добавляли моба за которого я не голосовал Я проиграл сейчас что мне вызывает подозрение это только странный ход голосования дело в том что в делом из голосований вылетел туфовый голем и вот я провели голосованием себя очень много раз и во всех голосованиях на первом... Да, вот! Я сразу видел. Вот я по Неркиному голосованию уже понял. Так Нюхля, он улетел в космос по сравнению с остальными. Да, да, да. Ну это было без шансов. Нюхля на втором туфовой голе... Знаешь, почему многие еще голосовали за Нюхля? Потому что, во-первых, он большой, он хорошо вписывается в лор, и третьих, возможно, еще благодаря Нюхле им придется добавить какие-то новые растения. Типа доп-контент сделать, поэтому решили, что будет Нюхля. А на третьем негодник. И если так подумать, результат, вроде как у всех, должен быть одинаковым. Но если верить твитеру Майнкрафта, то результат выглядит вот так. Слушай, так смотри, по твитеру Майнкрафта и по... Вот смотри, Неркин, 69, 18, 13, запомнил? Ну, наверное, одинаково, да. Но если верить твитеру Майнкрафта, то... Тут 55, 27 и 17. Ну, тут негодник чуть побольше. Да, но... Ну, примерно понятно, что... Да, видно, что Снифер Нюхля отрывается конкретно. Результат выглядит вот так. И все. Больше нам не показали ничего из этого обновления. Нет. А это точно будет? На самом деле обновление не будет таким маленьким. Разработчики просто не хотят говорить... Его просто не будет. И потом не сдерживать обещания. Как это было с... Поэтому оно безымянное? Или это... Будет только через год. Ну, следующего года. Нет, 20, 1015. Разделение пещеры скал на 2 обновления и еще много всего. А, короче, то, что они 100 пудово добавят. 100 пудово. Все, это точно будет. А, ну все, все. Хорошо. Ну, хорошо, ладно. Первый снэпшот к обновлению 1.20 уже на подходе. Они сказали, что он выйдет через несколько дней. А в основном они выходят по средам. Поэтому, скорее всего, первый снэпшот будет уже в эту среду, 19 октября. Что, конечно же, очень круто. Мы с самого начала будем порционно получать новый контент. Насчет названия. Пока оно скрывается и держится в тайне. Сделано это для того, чтобы не навредить вашим ожиданиям и тому подобное. Как по мне, это вообще плохая идея. Но, опять же, они не хотят раскрывать тему этого обновления. А название в прямом бы смысле сразу же его раскрыло. Все из-за того, что предыдущие обновления иногда не соответствовали своим названиям. Как это было с диким обновлением, которое было не совсем диким. Это сейчас не мои слова, а слова разработчиков. Так что я ничего не... Можно было называть это не совсем дикое обновление. Совсем дикое обновление. А то действительно не совсем не обманули. Да. Это еще не все, что нам показали. Есть и другие новости. Разработчики Minecraft Bedrock анонсировали новые DLC под названием Batman. Оно прикольное, очень красивое и в миру мрачное. Там будет Робин, Бэтмен, Бэтвумен, Харли Квинн, Плющ, Пингвин и, естественно, Джокер. У Джокера, правда, кастомная моделька. Но ясно только одно. Будет ли это платный или бесплатный DLC? Сказали только то, что прямо после Майнкрафта мы получим бесплатно плащ Бэтмара. Для своего персонажа... Я не знаю, но DLC это как дополнение к основной линейке, типа дополнительный контент. Видимо, ты можешь скачивать и играть. Ну, может, как сервер будет. Я хрен знает, как в Майнкрафте осуществляется DLC. Как выглядит. Но я пытался найти, и у меня ничего не получилось. У многих людей такая же проблема. Либо, все же плащ будет доступен вместе с выходом DLC 18 октября, или все-таки это баг, и его починят. В любом случае, заходите в мой телеграм-канал, там я напишу, как только этот баг исправят и плащ станет доступен всем. После этого, мы также показали кинематографические триллеры новой игры под названием Minecraft Legends. Первый был вместе с Джебом, он, как по мне, выдался очень забавным и веселым. Чем-то мне напомнил мультфильм Душа от студии Дисней. А также показали новый геймплей. В целом, игра пока выглядит довольно сыро. Я не большой фанат экшн-стратегий, я практически в них не играл. По задумке, вроде как неплохо, но пока что не особо впечатляет. Визуально на словах мне нравится, но как оно будет уже все реализовано, это другой вопрос. В основном, мы сможем строить, добывать ресурсы и приручать животных. Все ресурсы за нас будут добывать Элеи, но только после того, как игрок прикажет это сделать. Мирные мобы не смогут сражаться вместе с игроком, только его сопровождать. А вот все остальные мобы верхнего мира, включая даже враждебных мобов, будут сражаться бок о бок с главным героем. Против зла в виде армии орков, ой, то есть армии пиглинов. Релиз игры намечен на весну 2023 года. Игра разрабатывается очень давно, еще даже до начала разработки обновления Незера. А как вы знаете, его откладывали несколько раз еще до того, как объявить о нем. Так что есть надежда на то, что игру не перенесит. Но это Моджанг, все может быть. Цену игры не объявили, но что-то мне подсказывает, что она будет в районе 20-30 долларов. Также не забыли рассказать и про другую игру из серены Майнкрафта. Майнкрафт Данженс. Вроде как нового, супернеобычного DLC никто не завез. Лежишь ли то, что уже было. Выйдет третий сезон под названием Феерия Фауны. В котором добавят очень много... А, красная панда, грибная курица, петушок, скунсик. Новых эмоций, домашних животных, которых можно будет использовать в плаще своего питомца. Скинов, а также различные плащи. И естественно, добавят очень похожего на Фантома Моба. Это жесть! Самый бесящий моб из оригинальной игры добрался до другой. Поздравляю всех! Выйдет этот сезон уже 19 октября. И я так и не понял, будет ли он платным или нет. Так как я вообще перестал следить за этой игрой. Честное слово, если вы знаете, то поправьте меня в комментариях. Буду благодарен. Также анонсировали новое событие. Оно уже точно на все 100% бесплатное. Это спуки-фест или жуть-фест. Приурочен к Хэллоуину. И начнется он 26 октября. Каждый желающий сможет в нем поучаствовать и получить новые вещи, оружие, дьявола. И сразиться с необычными мобами. Вот это прикольная вещь, мне нравится. Это, к слову, уже традиция. В прошлом году было то же самое. В целом, это все. Вот такой в этом году был Майнкрафт Лайв. Он оставляет после себя двоякие ощущения. Вроде бы мы и получили то, что нам обещали. А вроде как бы не было того восхищения, как это было раньше. Но плюсы все равно есть. Все было по существу. Просто еще не все сказали. И немало существо воды и ненужной информации. Я даже не понял, как пролетело полтора часа. Спасибо всем, кто смотрел мой рестрим. Я всем благодарен и надеюсь, что вы поставите лайк за это видео. И подпишитесь на канал. Ставим. Ну и про колокольчик не забывайте. Жмите на него. Да, да, да. На часах 2 часа ночи. И я записываю этот текст. О, 2 часа ночи прям. Ох, он сразу после стрима побежал. И смонтировать само видео. Мы подписаны. Ну лайка. Ну лайка. В смысле? Сейчас мы с другого канала смотрим. Да. Какие ваши доказательства? Олег, мы подписаны. Ну я знаю, что мы подписаны. А тут почему-то не подписаны. У нас другой канал. С другого канала мы не подписаны. Мы с основного подписаны. Сейчас просто другое включу. Скажешь, да, да. Не, вы можете проверить. Вы можете зайти к Неркину и там в подписках нас увидеть, между прочим. Я думаю, что видно же будет. Или нет? Или нельзя? А, это он может увидеть. Нет. Это только он может проверить, что подписаны. Короче, спросите, у Неркина. Он увидит нас в подписках. Вон там у нас подписаны. Да, да, там будет видно. В общем, мне понравились уже штуки, которые показали. Особенно классно, что если это будет точно, а не как обычно. Мне понравился верблюд. Верблюд кайфово. Книжки мне понравились, что можно ставить. Бамбуковые всякие штуки классные тоже добавили. Ну, немного всего, но хотя бы это точно будет. Ну, это хотя бы точно будет. А то знаешь, что-нибудь обещали, потом процентов по 20-30 выполнили бы, и все бы ходили бы так. А еще интересно, как нюхлю этого реализуют. То есть, что за новые растения должны в полойки добавить? Ну, цветочки какие-то редкие. А может, не новые еще стали? Может быть, будут новые. Нет, должны быть какие-то новые редкие. Может быть, какие-то будут свойства интересные, как у кактуса, там, разрушение других объектов, да? Либо, может быть, как новый краситель какой-то будет благодаря этому. Ну, посмотрим, будут они добавлять что-нибудь такое или нет. В общем, вот такая получилась реакция. Спасибо же за просмотр. Пока. Хм, неплохо, неплохо. А давай еще это видео посмотрим. А может, лучше это? Хм, сложный выбор.